О том, чем это опасно для организма и как избавиться от пагубного пристрастия, рассказывает атереноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук, автор книг Владимир Михайлович Зайцев. При насморке происходит расширение кровеносных сосудов и капилляров носа в толще нижних носовых раковин, анатомических образований, которые располагаются по бокам от перегородки носа. Это вызывает отек слизистый и блокирует дыхательные проходы. И здесь на помощь приходят сосудосуживающие капли. Формирование зависимости от них происходит под влиянием целого ряда факторов. Первый шаг на пути к зависимости – применение средства дольше рекомендованных 5-7 дней. Это приводит к тому, что быстрота ответа на введение лекарства резко снижается, то есть после закапывания нос не начинает дышать. Но при увеличении дозы действия препарата восстанавливается, поэтому многие люди начинают впрыскивать назальный спрей все чаще, подсаживаясь на него. Кроме того, постоянное использование капель приводит к иссушению слизистой носа, которой положено быть влажной. И в организме включаются компенсаторные механизмы, кровеносные сосуды расширяются для лучшего питания слизистой оболочки, повышается выработка слизи, но во время носового дыхания эта избыточная слизь высыхает, образуя еще большее количество корок. В основе действия любых сосудосуживающих капель лежит адреналин, именно благодаря его действию вызывается сокращение слизистой носа, носовые ходы освобождаются, и пациент снова может нормально дышать. Но, поставляя его в носовую полость извне, мы нарушаем естественный механизм выброса этого гормона самим организмом в толще носовых раковин. И всего через пару месяцев происходит капитальная перестройка работы нейроэндокринных клеток. С этого момента организм нуждается в постоянных дозах внешнего адреналина, что вызывает физическую зависимость от препарата. Длительное использование сосудосуживающих капель зачастую приводит к возникновению психологической зависимости, когда у пациента уже нет проблем с дыханием и, соответственно, потребности в препарате тоже, но привычка им пользоваться сохранилась. И рука самостоятельно тянется к баллончику со спреем. Постоянная заложенность и отечность носа может быть вызвана физиологическими особенностями организма. Например, искривлением носовой перегородки, увеличением задних отделов нижних носовых раковин, что может стать причиной хронического гипертрофического ринита, а также вазомоторного ринита. При наличии воспалительных процессов в гайморовых или лобных пазухах происходит выделение слизи в полость носа, что дополнительно раздражает слизистую носа. Все это формирует потребность регулярно пользоваться сосудосуживающими каплями. Сделать это необходимо даже в случае острого ринита, но правильно. Резко отказываться от капель нельзя, возникнет синдром отмены. В ситуации с алкогольной зависимостью такой подход оправдан. А вот с сосудосуживающими препаратами дело обстоит сложнее, все-таки речь идет о дыхании. Проблема привыкания, в концентрации лекарства, и несведущий человек самостоятельно не сумеет грамотно разбавить капли или спрей. Поэтому для начала нужно снизить дозу, потом перейти на детские сосудосуживающие капли, в них концентрация активного вещества в половину меньше. Далее следует выработать привычку смывать капли раствором морской соли. И уже в конце просто использовать средства для промывания носа, назначенные врачом. Если вышеуказанные способы не помогают и дышать без капель уже невозможно, то применяются внутреносовые блокады, инъекционное введение кортикостероидных лекарственных препаратов в толщу носовых раковин. Это позволяет быстро снизить отек и убрать воспаление. В среднем достаточно 5-6 процедур для достижения устойчивого результата, который длится от полугода до года. Если пациент уже несколько лет сидит на назальных сосудосуживающих препаратах, насморк приобрел хроническую форму и последствия стали необратимыми или, помимо хронического ринита, он страдает от кривой перегородки носа, единственным выходом становится хирургическое вмешательство. Варианты операций, разумеется, любая операция проводится только по назначению врача после проведенного обследования. В настоящий момент разработаны эффективные методы лечения зависимости от сосудосуживающих капель. Главное, вовремя выявить проблему и обратиться за квалифицированной помощью к хорошему лор-врачу.